Посещать кладбище и убирать могилы следует заблаговременно и не отправляться туда в день празднования Пасхи, отмечают священнослужители. Воскресение Христово символизирует возрождение из мира мертвых победу над смертью. Поэтому церковь разделяет дни празднования и дни печали. Для последних предусмотрены родительские субботы. Тогда же рекомендуется навещать усопших и наводить порядок на могилах перед Пасхой. Сам день праздника Пасхи необходимо быть на богослужении. Само кладбище это особое место в городе, на которое люди приходят не только вспомнить о тех людях, с которыми они были знакомы, свои близкие, друзья, например, но и помолиться за них, помолиться за упокой души. Поэтому это место, оно должно быть всегда в чистоте. Вот как мы, например, в храм приходим, храм это дом молитвы, и в храме всегда чистота, благоухание. То же самое должно быть и вот это место, где мы вспоминаем своих усопших. Надо заранее, естественно, приходить. Перед Радоницей можно прийти, навести порядок, чтобы люди, когда приходили, уже все было в чистоте и просто радовало глаз. Потому что это особое, повторюсь, место в городе, куда мы приходим совершать Богу молитвы помимо храма. Посетить могилу в день празднования Пасхи значит вообще ничего не понимать в смысле самого празднования воскресенья, отмечают прихожане храмов. Радость празднования Пасхи разделяют с усопшими в Радоницу, девятый день после нее. Поэтому все необходимые работы на кладбище они планируют проводить перед вербным воскресеньем. Подготовить все, убрать, привести в порядок, конечно, чтобы не ходить в сам праздник, праздник Пасхи, когда Господь с нами. Заранее пойти все убрать, приготовить, конечно, это будет большое дело. Помоги Господи всем. За могилами надо следить обязательно. Это же тоже в памяти все находится в нашей. Если мы следим за могилами, значит мы их помним. Это уважение, любовь к усопшим людям. В могилке заброшено у кого-то, а он знал даже, и может и не знал, помочь тоже почистить могилочки. Это очень важно. Наши дети будут видеть это и также будут к нам относиться. Вот она главная цель нашей жизни. Город к массовому посещению кладбищ с отчинцами в праздничные дни готовится заранее. С погостов вывезены тысячи кубометров мусора. Городское управление по организации похоронного отдела ежедневно приводит в порядок входные группы кладбищ, красят фасады зданий, ограды и бордюры, вычищают газоны, обрезают кустарники и отпиливают деревья. В местах, где техники не добраться, уборку производят вручную. Муниципалитет бросил все силы на наведение санитарного порядка. Подрядные организации вывозят мусор и вывозят его в основном в ночное время суток, чтобы не создавать сложности посетителям. Учитывая, что до Пасхи у нас остается не так много времени, хотелось бы призвать граждан нашего города не быть безучастными, а прийти на могилы своих родных и близких и осуществить уборку. Мы же в свою очередь в эту субботу, 20 апреля, на въездной группе центрального кладбища разместим палатку, в которой будем угощать посетителей, пришедших на кладбище сладкой водой и пряниками, чтобы у людей была возможность и навести порядок, и помянуть своих ушедших родственников. Большой акцент при уборке кладбищ муниципалитет делает на могилах ветеранов, остальные за самими горожанами. К тому же в этом году в городе была проведена широкомасштабная инвентаризация, по результатам которой удалось выявить могилы ветеранов Великой Отечественной, не имеющих родственников. То есть те могилы, за которыми вообще никто не ухаживает и нет ни родных, ни близких. Главой города было дано поручение и все эти могилы были закреплены за специализированной службой в сфере похоронного дела, за администрациями внутригородских районов и за бизнесом, который осуществляет свою деятельность на территории кладбищ. Мы ежедневно контролируем ход работ. Ко дню победы специалисты завершат восстановление 54 вновь найденных могил ветеранов Великой Отечественной войны.